После посещения горного парка Рускеала, сейчас мы, кстати, проезжаем с Ротовалу, уставшие, но довольные, держим путь в сторону города Лахденпохья. Вообще, наименование местных населенных пунктов не совсем привычно для нас. И нужно быть очень внимательным, чтобы не ошибиться в ударении местных объектов и достопримечательностей. Я вначале уже наступал на эти грабли, назвав гору Сампо, Сампо, а карело-финский эпос Калевала обозвал Калевала. Постараюсь в дальнейшем быть более аккуратным. Итак, куда же мы сегодня держим путь по местным извилистым дорожкам? Я всегда был неравнодушен к городу Лахденпохья, точнее к его наименованию. Есть в нем что-то... задорное, скажем так. И в моем рейтинге самых необычных, по названию, городов, он всегда занимал первое место. Пожалуй, даже остановлюсь, сфоткаюсь на фоне таблички. Хотя само название города произошло от финского Лахти, залив, и карельского Похья, дальний угол, конец залива, бухта. И дословно получается край залива. Что логично наводит нас на мысль о расположении этого небольшого городка, а население его составляет немногим больше 7 тысяч, в глубине залива Ладожского озера. И если посмотреть на его пригороды с высоты, то вполне понятно, почему он так называется. Как уже стало ясно, мы останавливались не в самом городе, а в соседнем поселке Сороло. Место обещает быть очень спокойным и уединенным, что вполне соответствовало нашим планам на завтрашний день ничего не делать. Давайте посмотрим, где мы поселимся на ближайшие две ночи. Домик этот, точнее половина домика, обошелся нам 6300 в сутки, но это опять же через букинг. Предлагаю посмотреть, что там здесь интересно. Ванна. Тогда иначе будет еще ванна. Ой, есть, и я включу. Две спальни. Наши ручки. Так, я хочу. Наши ручки. и где-то там вот наша беседка что замечательно имеется своя беседка для того чтобы сидеть на берегу ничего не делать и наслаждаться видом красота как-то хочется спеть черный ворон кстати обратите внимание на берег наталья вообще сначала думала что это искусственное покрытие а вот буквально в двух шагах имеется местная достопримечательность змеиная гора но про нее я расскажу вам завтра а пока пойдемте искупаемся как ни странно несмотря на суровое карельское лето хотя в этом году конечно в карелии лето очень теплая ну в общем у нас нашли желающие искупаться пошлите самые смелые нашлись у нас ухты 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 даже мне холодно стало ксюх как да девчонки конечно отчаянные ну после таких водных процедур думаю оптимально будет теплый чай и спать проснулся я в 4 утра от того что мне в глаз светило солнце а мы помним что тут поздно темнеет поэтому неудивительно что и светает также очень рано пойдемте посмотрим как просыпается карелия а 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 вот где-то там уже выход на Большую Ладогу. Змейная гора уже полностью освещена солнцем. Ладно, пойду еще часик покемарю. О, класс, завтрак уже готов. Но лучше посидим на террасе. Напоминаю, что у нас сегодняшний день посвящен ничего не деланию. Но просто так ничего не делать скучно. Пожалуй, нужен какой-то план. Мы обратили внимание, что тут очень качественные мангальные зоны, хорошо экипированные. Причем одна прямо перед домом, а другая в беседке. Сразу видно, что это тема популярна у отдыхающих. Но мы к шашлыкам равнодушны, а вот рыбу уважаем. Осталось теперь понять, где бы ее добыть. Самый очевидный способ наловить. Ведь под боком Ладога. Но нет удочки. Поэтому прыгаем в машину и в ближайший магазин рыболов. Пока бродили по городу, вышли к скверу Калевала. Тут представлена галерея деревянных скульптур по мотивам эпоса. А сами фигуры появились в рамках фестиваля резчиков по дереву. Кстати, говорят, что мероприятие было очень зрелищным. И теперь обещают, что оно будет проводиться ежегодно. Удочку, кстати, мы купили. А еще купили рыбу у местных на рынке. Но это на тот случай, если авантюра с рыбной ловлей окажется провальной. О, две щучки за 200 рублей. Рыбу пока оставим в покое, а сами прогуляемся до Змеиной горы. Вообще, это место по большей части посещают не обычные туристы, а люди, увлекающиеся альпинизмом и скалолазанием. Хотя как площадка для альпинизма Змейная гора была открыта совсем недавно, в 2014 году, благодаря группе энтузиастов. Множество альпинистов сразу же оценили преимущества этого скальника, и на Змеиной горе началась активная деятельность по расчистке и прокладке трасс, которых здесь немало. Причем по уровню сложности они сильно варьируются, так что здесь будет чем заняться и новичкам, и профессионалам. В то же время, чтобы посмотреть на округу с вершины Змеиной горы, не обязательно запасаться веревками и карабинами. Здесь имеются несколько пешеходных тропинок, по которым можно забраться наверх и наслаждаться открывающимся видом. Что мы и собираемся сделать. О, своевременный вопрос. Действительно, а почему? И не стоит ли нам опасаться этой живности? Название Змейная гора прижилось, потому что именно так называли эту гору местные жители в течение последних нескольких десятилетий. Когда-то на ней действительно было очень много змей, но сейчас ситуация поменялась. В полях практически ничего не сеют, стало меньше грузунов, плюс тут активно ведется строительство, и змеи почти все ушли. Так что идем не боясь, но бдительность на всякий случай не теряем. Несмотря на то, что сейчас это место называется Змейная гора, изначальное название горы, которое можно встретить на старых картах, было Ананреута, что переводится как Гора Риф Анны. Название связано со старой легендой о карельской девушке Анне, бросившейся с обрыва во времена русско-шведской войны. И слово Риф тут не случайно. Когда-то гора и правда представляла из себя Риф и вдавалась в Ладогу. А дорога проходила за горой. И та грунтовка, что идет сейчас под скалой вдоль берега, была накатана на искусственной насыпи, которую сделали уже позже, когда уровень воды значительно уменьшился. За время моего небольшого рассказа мы почти поднялись наверх. Что не удивительно, тропа тут не сложная, а высота горы всего 50 метров. Страшно к краю подходить-то. Немного погуляем по вершине и сделаем несколько фотографий. Вот отсюда наш домик. Вот, похоже отсюда открываются лучшие виды. Ну ладно, будем спускаться вниз, нас там уже рыба заждалась. Ну все, спустились дети. Щуку поставили, можно и порыбачить. Клевала вот такая мелочевка, даже не знаю как ее зовут. Но в итоге получился вполне приличный ужин, очень вкусный. И, кстати, щучка подоспела. А народ, между тем, наслаждался водными процедурами. Учитывая, что на улице было почти плюс 30, я тоже решил искупаться. Вот примерно в таком духе и продолжался наш день. Да, с погодой нам явно сегодня повезло, впрочем, как и в предыдущие дни. Никогда не думал, что открою свой пляжный сезон на северных берегах. Ну вот и все на сегодня. А на завтра у нас запланирована прогулка на катере по ладожским шхерам. Нужно заранее подготовиться, поставить заряжаться всю технику и почистить карты памяти. Чувствую, завтра будет что поснимать. Подписывайтесь на канал. ПО management. ПО management сессию. Подписывайтесь на канал.